Кохи Навруз, центр Навруза, место где проводится празднование нового года, арийского нового года по традиции таджикского народа. Поэтому это очень-очень большой серьезный праздник, праздник весны и праздник нового года. Вот построили такое огромное, невероятно красивое здание, специально для празднования Навруза, с большим количеством залов, где есть залы концертные, залы банкетные и все-все в одном центре. Но самое главное, что впечатляет, это, конечно, невероятно грандиозность самого здания и красивая архитектура. Привет из Душанде! Желаю вам обязательно побывать здесь. Это очень красивый современный город. Впечатляет сама отделка этого здания, которая сделана с драгоценных видов полудрагоценных камней. Отделка разными видами твердых камней, мрамор, гранит. Видите, вот такая огромная красивая лестница, по которой поднимаются гости. Невероятной величины люстра, подвешенная под красивым потолком. И все-все детали сделаны очень красиво, четко. И, конечно, таких грандиозных зданий, архитектурных решений в наше время еще очень-очень мало строят, потому что такая отделка из камня занимает очень много времени и стоит очень-очень дорого. Но, тем не менее, вот такой новый дворец Кофи-Наврус в самом центре Душанде. Хотелось бы здесь побывать на сам Наврус. Вот такая отделка пола с врезкой не просто узоры, а врезка мрамор других видов камня, узоров, как на Тать-Махале. Это все непростые символы, это древние арийские символы, так как народы, разговаривающие на Фарси, непосредственно относятся к арийским. Барка, все потолки отделаны национальными узорами, отделаны очень качественно, красиво. И все это украшено огромными люстами. Мы перекусили в Кофи-Наврус, вышли в Средине, в самой Чайхане, вышли на улицу. Здесь стоят такие капы, это традиционные таджикские столы, сделанные из очень красивого дерева, с матрасами. И здесь, видите, лежат такие губные матрасы. На улице около плюс сорок, приходить совсем не хочется. Здесь есть очень хорошая возможность просто немного полежать. Самая крутая чайхань в Кушанде. Вот так это делается, прямо из-за стола Патрики. И можно полежать, можно поспать. Или посмотреть на очень красивый потолок Кофи-Наврус. Когда вы лежите в теньке на топчане возле Кофи-Наврус, вам открывается вот такой прекрасный вид на удивительно красивый потолок восточных узорах. Он на очень большой высоте, наверное, метров 10-12. И в таких национальных орнаментах Таджикистана. Поэтому можно просто после еды полежать, расслабиться и помедитировать. Ну, конечно же, и как же без свастики? Свастика находится во очень многих местах в Таджикистане. Это символ солнца, символ жизни и символ позитивной энергии. Это достопримечательность Душиндэй. Нам, к сожалению, надо вставать и идти по делам. Мы поднимаемся и вот прямо отсюда открывается такой красивый вид на площадь Кофи-Наврус.